Приветствую вас. Вы знаете, может быть, вам покажется немножко странным, то, что я скажу, но манера вашего обращения, то, как вы задаете вопрос, да, так вот, по-небратски, вот и так далее, она свидетельствует о том, что у вас есть серьезные проблемы с личными границами. Раз, то есть вы не отделяете себя от других людей, не уважаете личные границы свои и другого человека, это первое. Второе, вы, исходя из того, что вы написали, вы не можете сказать нет, своим родителям вы не можете говорить нет. Я не знаю, не можете ли вы говорить нет вообще, или не можете вы говорить нет только своим родителям, это не очень понятно, и вот исходя из того, что вы написали, но в любом случае это проблема. У вашего отца тоже есть некоторые трудности с личными границами, потому что человек живет в долг, по сути, и в кредит, и это, как бы, как раз таки и есть проблема, проявление проблемы. Значит, давайте сначала скажем так, отец никогда не избавится от кредитов, потому что вы за него платите. И, собственно, пока, пока вы за него платите, мотивации, какой-либо мотивации переставать жить в кредит у него нет. Кроме того, вы ведетесь, ну, образно говоря, ведетесь на его манипуляцию, манипуляцию с его стороны, когда он обижается чувствовать вину, чувство вины. И есть, это то, что внушили вам ваши родители, вероятно, ваш отец, это чувство долга, это чувство ответственности за них, которое, вероятно, возможно, играть таки именно из-за того, что вы не отделяете себя от него. У него это первое, не можете сказать нет, там считаете себя должным, ему, вероятно, это вот такой момент, да. И третий момент, это то, что в целом вы склонны себя обесценивать, в целом вы склонны к себе относиться пренебрежительно, обесцениваясь я. И на мой взгляд, есть довольно прозаичная причина, по которой вы ведете себя с своими родителями или с папой вот так. Так, вы надеетесь, что будете хорошим, для них хорошим надеетесь, что будете. А вот вы надеетесь, что все будет в порядке, что все закончится, но все не закончится, потому что... Ваш отец не умеет полагаться на себя. Вы тоже не умеете полагаться на себя, раз вами манипулирует другой человек. Вот это у вас по факту получается, что сценарное. И, собственно, нужно, чтобы вы выделили, что ваш отец ведет себя так же, что и вы ведете себя так же и будете вести себя так же, потому что обиды здесь есть, да. То есть, ну, вот, условно говоря, обиды, как вы реагируете на обиды, вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Советов здесь вам, наверное, каких-либо давать бесполезно, во-первых, потому что все равно не помогут, во-вторых, вы обращаетесь к психологам, и психологи советов не дают, это неэтично, непрофессионально. Нужно работать с вами, нужно помочь вам решить ваши внутриличностные проблемы, вот, тогда вам будет проще себя отделять от своих родителей. Вот. По поводу зависти к другим людям, ну, вот здесь довольно интересный такой момент присутствует. Я вам постараюсь объяснить его. Вы завидуете, что у других, у ваших спецников, да, кто-то там на что-то женился, кто-то купил машину. В целом, ваше чувство зависти, оно не на пустом месте, потому что вы действительно, ну, можете чего-то добиться, вы действительно можете к чему-то стремиться, это правда, вы можете это сделать. Есть одно но. Есть одно но. Есть одно но. Есть одно но. Бас, сильнее всего подавляет чувство несправедливости. Вот несправедливость, вот у них есть, у меня нет. И это тоже корректно, потому что это действительно несправедливость. Точнее, точнее, вы делаете то, чего не хотите делать. Вот это ключевой момент. Вы делаете то, чего не хотите. Вы поступаете так, как не хотите из чувства долга. Отсюда, когда вы делаете то, что не хотите, либо то, что как-то эмоционально вам не откликается, отсюда появляется чувство несправедливости, как раз таки. Вот, это чувство, оно как бы напоминает вам одно, что вы движетесь немножко не в том направлении. Но вы к себе не прислушиваетесь, вы это игнорируете и, соответственно, возникает такая вот история. Другое дело, что в качестве мотивации зависть не самое лучшее решение, потому что сравнивая себя с другими и пытаясь получить то, что есть у других, вы будете игнорировать свою индивидуальность, что не на пользу пойдет ни вам, ни тем людям, с которыми вы могли бы общаться. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, да, держите это, пожалуйста, в уме, вот, и, соответственно, постарайтесь в этом направлении тоже немножечко подумать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего доброго, удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится, вы найдете возможность для себя обратиться к специалисту. Но, опять же, хочу вас предупредить, что в случае, если вы начнете работать над собой, то и меняться, если хотите меняться, то родители ваши будут обижаться и очень важно, чтобы вы позволили им обижаться. Это очень важно, чтобы вы отказались от ответственности за то, что они обижаются и позволили им иметь свои собственные чувства, какие есть, о себе свои. Только позволив родителям быть теми, кто они есть, о себе, тем, кто есть вы, вы сможете быть действительно счастливым. Так, чтобы были довольны все, сделать, к сожалению, нельзя, потому что каждый отвечает за свою удовлетворенность сам, и, как бы, если человек не сделает это, в данном случае ваш отец, он не будет этого делать сам, пока у него есть вы, и мотивации нет. И он получает определенную выгоду от того положения, которое у него есть сейчас. Да и вы, если честно, я думаю, тоже получаете какую-то выгоду, какую нужно выяснять. Я вам желаю всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...